Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова я, Александр Шевчук. Мы с вами продолжаем обзор книги Стива МакКоннелла «Совершенный код». Мы с вами подошли к 22 главе. Мы, в общем-то, с вами идем по разделу тестирования. Я думаю, что для многих этот раздел, конечно, не очень интересный, потому что мы, программисты, к тестированию относимся с нелюбовью, я бы сказал, в первую очередь, с напрягом во вторую очередь. Но, тем не менее, хотя бы ознакомиться с основными понятиями нам с вами было бы неплохо. Хорошо, и вот глава 22. Тестирование, выполняемое разработчиками. Давайте посмотрим краткое содержание этой главы. Тестирование, выполняемое разработчиками. Не путайте его с ТДД. Разработка через тестирование. Эта глава имеет, в главе рассказывается о том, что разработчики должны тоже принимать участие в тестировании своего кода. В общем-то. Хорошо, и вот содержание. Раздел 22.1. Тестирование, выполняемое разработчиками и качество ПО. Вода. 22.2. Рекомендуемый подход к тестированию, выполняемому разработчиками. Приемы тестирования. Раздел 22.3. Раздел 22.4. Типичные ошибки, которые допускают программисты в процессе тестирования. Раздел 22.5. Инструменты тестирования. И раздел 22.6. Оптимизация процесса тестирования. И раздел 22.7. Протоколы тестирования. Хорошо, и вот здесь в самом начале Стив МакКоннелл нам рассказывает, что тестирование – это самая популярная методика повышения качества, подкрепленная многими исследованиями и богатым опытом. И также он здесь перечисляет основные виды тестирования, о которых нужно знать разработчикам. Вот виды тестирования перечислены ниже. Блочное тестирование. Блочным тестированием называют тестирование полного класса метода или небольшого приложения, написанного одним программистом или группой, выполняемая отдельно от прочих частей системы. Тестирование компонента – это тестирование класса пакета, небольшого приложения или другого элемента системы, разработанного несколькими программистами или группами, выполняемой в изоляции от остальных частей системы. Интеграционное тестирование. Заметьте, это совместное выполнение двух или более классов, когда мы смотрим, как же подсистемы взаимодействуют друг с другом. Вот почитайте здесь. Регрессивное тестирование называют повторное выполнение тестов, направленное на обнаружение дефектов в программе, уже прошедшей этот набор тестов. Вот, например, на нашем примере. Я спрашиваю у ассистента, мы занимаемся разработкой программных ассистентов. Спрашиваю у ассистента, задаю какой-то вопрос. Он отвечает. Разрабатываем, разрабатываем, и проходит неделя, задаю тот же вопрос, а он уже как-то крашится и отвечает совсем не в тему. То есть получается, что нужно сделать. Вот те вопросы, основные вопросы, которые нам нужно задать персональному ассистенту, мы их выписываем, они находятся в базе данных, и мы потом просто раз за разом задаем ему эти вопросы и ожидаем ответы, те, которые мы от него ожидаем получить. И в итоге потом у нас там загораются галочки, да-да-да, вот это прошло, вот это не прошло. То же самое и у вас. У вас может быть масса какой-то функциональности, которая в одном случае работает так, в другом случае может уже работать плохо. Ну, не так, как вы ожидаете, скажем так. Далее, тестирование системы. Это выполнение программного обеспечения в его окончательной конфигурации, интегрированного с другими программными аппаратными системами. Вот предметом тестирования в этом случае является безопасность, производительность, утечка ресурсов и так далее. Так вот, и МакКоннелл говорит, что в этой главе он тестированием будет называть тестирование, выполняемое разработчиками, которое обычно включает три первых вида тестирования. Это блочное тестирование, тестирование метода или класса. Это тестирование компонента, то, что разрабатывалось в группе. И интеграционное тестирование, как же классы или компоненты или модули взаимодействуют друг с другом. То есть вот на этом будет делаться акцент. Ну, о регрессивном тестировании он тоже немного расскажет в дальнейшем. Хорошо. Вот он говорит, что также может быть много других тестов. Вот бета-тестирование, тестирование системы на предмет, одобрение заказчикам, тестирование производительности, тестирование конфигурации, платформенное тестирование, тестирование в стрессовом режиме, тестирование удобства использования и так далее. То есть эти виды тестирования мы рассматривать не будем. Мы будем рассматривать только те виды тестирования, которые будут полезны разработчикам на стадии конструирования программного обеспечения. Далее. Тестирование обычно разделяют на две обширных категории. Тестирование методом черного ящика и тестирование методом белого прозрачного ящика. Ну, понятно, что черный ящик, мы даже не хотим знать, что в нем находится. А белый, нам нужно все-таки знать устройство этого ящика, чтобы понимать, что там происходит. Значит, в первом случае, в тестировании черного ящика, тестировщик не владеет сведениями о внутренней работе тестируемого элемента. Очевидно, что это не так, если вы тестируете собственный код. Понятно, что вы понимаете, что там. Ну, хотя многие из вас могут, наверное, абстрагироваться, да, или даже забыть то, что они разрабатывали какое-то время назад. При тестировании методом белого ящика внутренняя реализация тестируемого элемента тестировщику известна. И тестируя собственный код, вы используете именно этот вид тестирования. Далее. Порой термины тестирования отладка используются взаимозаменяемо. Но внимательные программисты различают два этих процесса, потому что мы отладку будем рассматривать в 23 главе. Ну, понятно, что тоже очень кратко, потому что большинство из нас эти процессы понимают. И следуют тем правилам, которые рекомендуется выполнять при отладке. Далее. Тестирование – это средство обнаружения ошибок. А отладка является средством поиска и устранения причин уже обнаруженных ошибок. И при отладке нам часто приходится пользоваться результатами тестирования. При отладке. Хорошо. Вот раздел 22.1. Тестирование, выполняемое разработчиками и качество ПО. Вот что здесь интересного. Если у программиста спросить, какой из этих этапов в разработке ПО менее всего похож на другие, он наверняка ответит – тестирование. Большинство разработчиков испытывают при тестировании затруднения. Цель тестирования противоположна целям других этапов разработки. Его целью является нахождение ошибок. И успешным считается тест, нарушающий работу ПО. Ну да. Дело в том, что я, например, не очень люблю тестировать и отлаживать свои программы. Мне, конечно, хочется, чтобы с первого раза было все продумано и написано более-менее качественно. Но понятно, что не всегда такое получается, потому что для того, чтобы качественно написать алгоритм, то нужно его продумать и представить хотя бы на каком-нибудь алгоритмическом языке, потом его уже закодить. Но дело в том, что языки программирования не очень похожи на алгоритмические языки, и поэтому грань здесь вот эта очень смыта. Далее. Тестирование никогда не доказывает отсутствие ошибок. Тестирование не повышает качество ПО. Оно указывает на качество программы, но не влияет на него. И стремление повысить качество ПО за счет увеличения объема тестирования, подобно попытке снижения весом путем более частого взвешивания. И вот здесь я пометил восклицательным знаком. Если вы хотите улучшить ПО, вы должны не тестировать больше, а программировать лучше. Для того, чтобы программировать лучше, то дальше будет говориться, мы должны быть хорошо осведомлены о той предметной области, для которой мы разрабатываем программное обеспечение. Дальше это будет все озвучиваться. Тестирование требует, чтобы вы рассчитывали найти ошибки в своем коде. В противном случае вы, вероятно, на самом деле их не найдете. Но понятно, что мы начинаем искать ошибки в своем коде сами программисты, когда у нас что-то идет не так. Потому что понятно, что наш код тестируют вообще отдельные люди. Хороший он или качественный, некачественный, как бы нам там ни казалось, но тестировщики в соседнем отделе нам его протестируют. А мы начинаем его тестировать только тогда, когда мы сами видим, что что-то у нас там не то. И нам не всегда получается программу и выполнить, когда мы ее пишем, потому что бывают программы большие, и мы не можем себе позволить ее постоянно билдить. Так, вот здесь приводятся графики. Вот график, который показывает, по мере увеличения объема проекта, тестирование, выполняемое разработчиками, отнимает все меньшую часть общего времени. Вот посмотрите. Далее главка. Тестирование во время конструирования. В большом мере тестирование, тему этой главы, тестирование методом белого или прозрачного ящика, иногда игнорирует, как правило проектировать классы, следует так, чтобы они казались черными ящиками. Пользователь класса должен обращаться к нему через интерфейс, не зная деталей внутреннего устройства. Ну, снова же, здесь идет такая вода, 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 раздел 22.2, рекомендуемый подход к тестированию, выполняемому разработчиками. И вот здесь идет набор правил, которые нам рекомендуются. Тестируйте программу на предмет реализации каждого существенного требования. Планируйте тесты для этого этапа на стадии выработки требований или как можно раньше. Ну, понятно, что здесь нас подводят к тому, чтобы мы уже тесты начинали продумывать заранее, еще до начала написания кода. Тестируйте программу на предмет реализации каждого значимого аспекта проектирования. Планируйте тесты для этого этапа на стадии проектирования или как можно раньше. Используя базисное тестирование, дополните тесты требований и проекта детальными тестами. Используйте контрольный список ошибок, чтобы нам вот это все... Ну, дело в том, что, понимаете, здесь больше, конечно же, относятся, наверное, к тестировщикам, потому что на то и содержатся отделы тестировщиков, отделы проверки качества, чтобы нам не заниматься вот таким детальным контролем дефектов в наших программах, потому что все-таки наша задача писать код, писать код, и если мы избавляемся от ошибок, то мы в основном избавляемся от каких-то ошибок синтаксиса и каких-то логических ошибок явно заметных, потому что понятно, что программист не может все продумать на стадии разработки. И этому мешают детальному продумыванию в первую очередь те сроки, которые выставляются. И поэтому принцип косо-криво, лишь бы живо, никто не отменял, потому что сегодня мир бизнес-решений, и нам лучше выйти на рынок с таким не совсем качественным решением, чем вообще не выйти ни с чем. Далее, проектируйте тесты вместе с системой. Это помогает избежать ошибок в требованиях и проекте. Вот здесь как создавать тесты. Почитайте разделчик. Создание тестов до написания кода требует тех же усилий. Вы просто изменяете порядок выполнения этих двух этапов. Если вы пишете сначала тесты, вы найдете дефекты раньше, то исправить их легче. Ну вот посмотрите, то есть все-таки эта глава, она относится больше к тестировщикам, тех, кто пишет, занимается не только ручным тестированием, но и автоматизированным тестированием. Далее, ограничение тестирования, выполняемого разработчиками. Вот. Ограничение. Разработчики обычно выполняют чистые тесты, говорит МакКоннел. Разработчики склонны тестировать код на предмет того, работает ли он чистые тесты, они пытаются нарушить его работу всевозможными способами. Грязные тесты. То есть вот вы видите, что правильно, и нам не надо во время разработки думать о грязных тестах, чтобы разрушить свою программу. Потому что мы же все-таки как-то креативим, что-то создаем, но не можем же мы, создавая, сразу же разрушать. Нет, этот подход возможен, но он просто неинтересен для разработки. И поэтому соседние отделы тестировщиков, они как раз и занимаются тем, что пытаются разрушить нашу программу. И вот за это они получают свои бонусы, за то, что они находят какие-то дефекты и пытаются дестабилизировать ту часть программы, которую мы с вами разрабатываем. Поэтому снова же, эта глава больше полезна для тестировщиков. Ну, прочитайте ее беглое по диагонали, чтобы вы понимали, что делают в соседнем отделе, что им нужно делать с нашим кодом. Разработчики часто имеют слишком оптимистичное представление о покрытии кодотестами. Вот здесь приводится статистика. Разработчики часто упускают из виду более сложные аспекты покрытия кодотестами. Но снова же это все относится к отделу тестирования. Далее, приемы тестирования, раздел 22.3. Почему невозможно доказать корректность программы, протестировав ее? Чтобы доказать полную работоспособность программы, вы должны были бы протестировать ее со всеми возможными входными значениями и их комбинациями. Даже в случае самой простой программы такое предприятие оказалось бы слишком масштабным. Вот поэтому снова же программисты этим не могут себе позволить сегодня заниматься. Неполное тестирование. Вот раздел. Если уж исчерпывающее тестирование невозможно на практике, искусство тестирования заключается в выборе тестов, способных обеспечить максимальную вероятность обнаружения ошибок. Далее, раздел структурное, базисное тестирование. Несмотря на пугающее название в основе структурированного базисного тестирования, лежит довольно простая идея. Вы должны протестировать каждый оператор программы хотя бы раз. Если оператор является логическим, таким как if или while, вы должны учесть сложность выражения внутри if или while, чтобы оператор был протестирован полностью. И вот для упрощения тестирования мы с вами уже ранее говорили, как нам создавать условные выражения в условных и циклических конструкциях. Далее, возможно, вы слышали о видах тестирования, основанных на покрытии кода или покрытии логики. Эти подходы также требуют тестирования всех путей выполнения программы. Далее, вот здесь минимальное число тестов нужных для базисного тестирования найти очень просто. И вот здесь идет алгоритм, сколько нужно тестов. Но снова же это все нужно больше для тестировщиков. Здесь приводится пример. Ну, понятно, для тех тестировщиков, которые умеют программировать. Не для тех, кто делает там smoke-тесты, там monkey-тесты, а вот для таких более интеллектуальных тестов. Далее, ну, здесь приводится много-много чего полезного, всякие таблицы, всякая информация, показывается, как рассчитывается необходимое количество тестов. Далее, тестирование основанное на потоках данных. Но я хочу сказать так, что если вы фрилансер или если у вас маленький проект и, ну, по каким-то причинам вас не обслуживают тестировщики, то тогда вам эту главу нужно прочитать более детально. И если вы хотите добиться более высокого качества и более высокого процента обнаружения ошибок в вашем коде, они у вас все равно будут, то вам придется, придется ее более детально изучить. Ну, а мы программисты, которые работают в компаниях, нам нет смысла особо в нее углубляться, потому что у нас есть целый отдел EQA-щиков, тестировщиков, почему-то они себя назовут тестер, тестер, вот тестировщики, вот которыми нужно вот хорошо знать вот эту главу. Далее, тестирование основанное на потоках данных. Вот главная идея тестирования основана на потоках данных в том, что использование данных не менее подвержено ошибкам, чем поток управления. Вот данные могут находиться в одном из трех состояний, которым соответствует выполняемое над данными действие, укажутся данные ниже. Вот здесь идет определение данных, использование, уничтожение. Вот, дальше вход-выход. Посмотрите, пожалуйста, изменение состояния данных, то есть здесь вот идут соответствия, определение-определение, определение-выход, определение-уничтожение. Это уже нужно просто сидеть, читать, потому что здесь и так сжато написано, я уже не буду это перечитывать, кому будет интересно. Далее разделение на классы эквивалентности. Ну снова же поставьте галочку и напишите разделение тестов на классы эквивалентности. Не просто разделение на классы, а разделение самих тестов на эквивалентные классы, потому что есть эквивалентные тесты. Хороший тест должен покрывать широкий диапазон входных данных. Если два теста приводят к обнаружению одних и тех же ошибок, то получается, вам нужен лишь один из этих тестов. И понятие разделения тестов на классы эквивалентности формализует эту идею, помогает уменьшить количество тестов. Далее, страница 504, раздел угадывания ошибок. Ну что значит угадывание? Предположение ошибок или их предвосхищение, как говорят математики. Предвосхищение результата, предвосхитить ошибки. Вот формальные методики тестирования хорошие, программисты дополняют менее формальными эвристическими методиками. Мы об эвристе, как с вами говорили в самом начале этого курса. Одна из них это предположение ошибок. Error guess. Предположение можно выдвигать, опираясь на интуицию или накопленный опыт. Ниже рассматриваются конкретные виды ошибок, угадать которые легче всего. И вот здесь идет анализ граничных условий, там где у вас идет ошибка занижения, завышения на единичку. Так здесь описываются сложные граничные условия. Ну уж посмотрите. Далее, классы плохих данных. Кроме граничных условий программу можно тестировать на предмет нескольких других классов плохих данных. Типичными примерами плохих данных можно считать. Вот он здесь показывает. Недостаток данных, но чего-то мы не дописали. Избыток данных. Неверный вид данных, то есть сами данные некорректные. Неверный размер данных, неинициализированные данные. И вот здесь как раз идет табличка с номерами тестов. Посмотрите. Далее, классы хороших данных. Тоже следующий раздел. Примерами хороших данных могут служить номинальные случаи, описанные в разделе, посвященном базисному тестированию. То, что мы с вами смотрели на странице 497. Сейчас на 506, да? Так, ниже указаны другие виды хороших данных, которые стоит подвергать проверке. То есть, и вот почитайте эту тоже главу. Далее, следующий раздел. Используйте тесты, позволяющие легко проверить результаты вручную. Вот как узнать, что вы обнаружили ошибку? Ну, вы можете вычислить правильный результат вручную и сравнить его с результатом, полученным на самом деле. Раздел 22.4. Типичные ошибки. Главная идея этого раздела в том, что для достижения максимальной эффективности тестирования мы должны как можно больше знать о наших врагах ошибках. Вот какие классы содержат наибольшее число ошибок. И вот здесь он говорит, что большинство ошибок обычно концентрируется в нескольких особо беннодефектных методах. И типичные отношения между ошибками таковы, что 80% ошибок содержится в 20% классов или методов проекта. А 50% ошибок содержится в 5% классов проекта. И вот здесь он показывает эти отношения, законы контроля качества. То есть все-все-все здесь по сути для тестировщиков или для тех программистов, которым приходится тестировать себя самостоятельно. Поэтому я не делаю акцент особо на вот этих главах, которые относятся именно к процессам тестирования. Потому что в соответствии с этой главой можно поставить несколько вот таких талмудов, несколько толстых книг, которые должны изучать тестировщики. И мир тестирования, мир тестировщиков это целый отдельный мир. Целые отделы и бывает тестировщиков даже больше, чем программистов. Классификация ошибок. Вот здесь нам в раздел показывают, что некоторые ученые попытались классифицировать ошибки по типу, определить распространенность. Вот здесь Борис Безер выделил вот такой список ошибок, но там другие еще выделили. Вот здесь пошли выводы. Большинство ошибок имеет довольно ограниченную область видимости. Многие ошибки не связаны с конструированием. Да, тремя, вот он пишет, тремя наиболее частыми причинами ошибок были плохое знание прикладной области, изменение или конфликты требований, а также неэффективность общения и плохая координация действий разработчиков. Вот то, на что мы можем с вами повлиять. И поэтому многие вузы говорят, вот зачем институт культуры, допустим, или экономисты, или медики подготавливать программистов. Для того, чтобы поднимать предметные области. Потому что, если меня, допустим, поместить в какую-то неизвестную предметную область, то я там буду очень малоэффективен и буду просто как обезьянка что-то, что-то там такое, буду делать вид, что я там что-то знаю. Не, ну понятно, что там натягивать на сайты трусы и лифчики, это дело не мудреное, и на баннерах это все дело крутить. Но в глубоком бэк-энде там есть, конечно же, так сказать, домен или бизнес-лэйр, бизнес-лэйр, в котором нам нужно действительно разбираться хорошо в определенной предметной области. Далее, как правило, ошибки конструирования лежат на совести программистов, ну конечно, это тоже еще. На удивление, распространенные причиной проблем являются опечатки, вот он пишет, сколько здесь процентов опечаток, там где-то. Довольно часто причиной ошибок является неправильное понимание проекта. Большинство ошибок легко исправить, он говорит, ну понятно, что там компилятор много, бижол студия помогает. Оценивайте опыт борьбы с ошибками в своей организации, ну пусть их оценивают наши тестировщики, да. То есть, ну здесь уже так воняет фрилансом, фрилансом, то есть таким, ну или маленькими проектами. Далее, доля ошибок, обусловленных неграмотным конструированием. Угу. Его Зидзун пишет, что ниже приведены некоторые мои выводы, его выводы. В некоторых проектах дефекты конструирования составляют большинство всех ошибок, то есть в небольших проектах. Угу. Ну вот посмотрите, здесь просто идет статистика, кому она интересна. Сколько ошибок можно ожидать, страница 512-я? Ну понятно, что ожидаемое число ошибок зависит от качества вашего процесса разработки. И вот некоторые соображения для нас, программистов. То есть средний для отрасли показатель ошибок такого, примерно 1,25 ошибок на 1000 строк кода в готовом ПО. Отделение прикладного ПО компании Microsoft сообщает о таких показателях, как 10-20 дефектов на 1000 строк кода во время внутреннего тестирования. И 0,5 дефекта на 1000 строк кода в готовой продукции, то есть пол ошибки на 1000 строк кода. Ну одна ошибка на 2000 строк кода. Далее там Harlan Mills придумал разработку методом чистой комнаты, почитайте, что это за методики. Вот. Ну и вот я подчеркнул постулат. Дешевле сразу создавать высококачественную программу, чем создавать низкокачественную программу и потом ее исправлять. Здесь говорится про экономию затрат, ошибки самого тестирования. Вот в разделе ошибки самого тестирования как раз и рассказывается, что, ну когда мы пишем те же юнит-тесты, мы и в юнит-тесте можем допустить ошибку, да, которая потом не сможет отмониторить другую ошибку. Поэтому ошибка сидит на другой ошибке и ошибкой погоняет, как говорят, да. Вот он пишет, зачастую сами тесты содержат не меньше, а то и больше ошибок, чем тестируемый код. Так, здесь даны советы по снижению числа ошибок в тестах для тестировщика. Здесь, может быть, кто-то хочет из программистов стать тестировщиком или наоборот. Проверяйте свою работу, разрабатывайте тесты также тщательно, планируйте тестирование программы так же, как ее разработку, храните тесты, встраивайте блочные тесты в среду тестирования, ну вот такую, как здесь JUnit, но у нас NUnit, или мы можем воспользоваться Visual Studio, там все эти возможности для юнит-тестирования имеются. А по NUnit и по юнит-тестированию у нас есть даже отдельный курс, поэтому курс по TDD, Test Drive and Development. Далее инструменты для тестирования, создание лесов для тестирования отдельных классов, то есть термин леса, scaffolding, пришел программирование и строительство. Строительные леса создаются для того, чтобы рабочие получили доступ к определенным частям здания. Также у нас, вот здесь он описывает использование MOC-объектов, стаб-объектов, то есть объекты, поддельные объекты MOC, заглушки стаб-объекты, то есть это все рассматривается в курсе по TDD, как у нас идет тестирование. Здесь тоже целый список возможностей этих лесов, то есть вспомогательного инструментария. Инструменты сравнения файлов, раздел генераторы тестовых данных, вот он говорит, вы также можете написать код для систематичного тестирования выбранных фрагментов программы. Мониторы покрытия кода тестами, вот монитор покрытия, это инструмент, который следит за тем, какой код тестировался, а какой нет. Монитор покрытия особенно полезен для систематического тестирования, потому что он говорит вам полностью ли покрывается конкретным набором тестов. Регистраторы данных, вот некоторые инструменты могут следить за программой собирать информацию о состоянии в случае краха, подобной черному ящику, устанавливаемому в самолетах для определения причин крушения. Прикольно, прикольно. У тестировщиков, кстати, тоже веселая жизнь. Сколько они всяких интересных моментов делают. Как на заводах. Вот в отделах качества, вот и как. Кто идет? Да лучшие рабочие их забирают туда, чтобы они тестировали продукцию. Поэтому мне кажется, что отделы керщиков нужно набирать из лучших программистов, чтобы потому что это все-таки их качество. А у нас происходит все наоборот. Тестировщики бегут в программисты, а программисты практически никогда не бегут в тестировщики, если их туда как-то силой или обманом не заманят. Символические отладчики, это технологическое дополнение анализа, инспекция кода. Вот почитайте. Инструменты возмущения состояния системы. То есть эти инструменты должны привести систему в возмущенное состояние. Ну что это значит возмущенное состояние? То есть делать так, чтобы система начала работать в какой-то агрессивной среде. Например, занять много памяти, выделить ей мало памяти. Или там, ну как-то вот вот как-то вот так. Вот здесь как раз и идут вот эти моменты. Далее. Базы данных для хранения информации ошибок, ну это само собой разумеющийся. Раздел 22.6. Оптимизация процесса тестирования. Ну вот он пишет, что способы улучшения тестирования аналогичны способам улучшения любого другого процесса. Планирование тестирования. Вот его нужно. Повторное регрессивное тестирование. То есть вот он описывает, что это такое. Ну мы с вами уже говорили, да? То есть Уж просто более детально детально почитайте. Автоматизированные тестирования. Вот здесь идут его преимущества. Раздел 22.7. Протоколы тестирования. То есть вот что, что нам нужно протоколировать. Что же тестировщики у себя пишут. Давайте посмотрим. Ага. Административное описание дефекта. Когда обнаружен. Кто обнаружил. Кто сообщил. Номер сборки. Это они все записывают. Далее. Полное описание проблемы. В чем же там, что случилось. Может быть даже со скриншотами. Действия предпринимаемые для воспроизведения проблемы. Предложенные способы решения. Родственные дефекты, которые возникали. Вот почитайте, да? Что тестировщики пишут в своих грудах документов. Число строк, затронутых дефектом. Здесь прикольно. Далее. Личные протоколы тестирования. Ну еще программисты могут свои протоколы. Типа должны ввести свои протоколы. Конечно, это все ерунда. Они, наверное, не должны ввести сами свои протоколы, потому что их обслуживает отдел тестирования. Вот, собственно, дальше рассматриваются дополнительные ресурсы. Книжки, которые будут по тестированию. Контрольный список. Ну, в общем, друзья, это глава. Глава больше посвящена тестировщикам или тем программистам, которые никогда пальцем не трогали тестировщикам. То есть, ботинкам, да? Никогда его... Вот. Хорошо. Ключевые моменты. Так сказать, подведем итоги этой главы. Тестирование, выполняемое разработчиками, один из важных элементов полной стратегии тестирования. Ну, я сказал бы, что, повторюсь, что это тестировщики, тестировщики, которые умеют программировать. Вот, им нужна вот эта глава. Те, которые действительно пишут тест. А, кстати, такие есть. Есть. Написание тестов до написания кода требует примерно того же времени, тех же усилий, что и создание тестов после кода. Но сокращает цикл регистрации, отладки, исправления дефектов. Даже если учесть, что тестирование имеет массу разновидностей, его все равно следует считать лишь одним из элементов хорошей программы контроля качества. Опираясь на базисное тестирование, анализ потоков данных, анализ граничных условий. Ну, мы все это смотрели, да? Потоки, условия, чтобы не выскочить куда-то за пределы. Так. Классы плохих и классы хороших данных вы можете создать много тестов детерминированным образом. Методика угадывания ошибок предположения может вам на некоторый, укажет вам на некоторые дополнительные тесты. Далее, обычно ошибки концентрируются в нескольких классах. Для тестовых данных обычно характерна более высокая плотность ошибок, чем для тестируемого кода. Автоматизация тестирования полезна вообще и практически необходима в случае регрессивного тестирования. Ну, мы и так это все понимаем, да? Чтобы процесс тестирования был максимально эффективным, сделайте его регулярно, выполняйте его оценку, используйте получаемую информацию для его улучшения. Так вот, глава 23, 23. Тестирование, выполняемое разработчиками. Я бы сказал, что тестирование, выполняемое тестировщиками. Ну, зато, если вы прочитаете эту главу, если у вас есть время, чтобы прочитать и вникнуть в работу коллег из вашего соседнего отдела, в работу QA-щиков, то это прикольно. Я читал, сколько читал эту главу, всегда завидую тестировщикам. Реально, вот просто завидую. Реально, просто завидую. То есть это, мне кажется, что прикольнее писать тесты, чем просто писать, описывать какую-то предметную область и рожать эти алгоритмы. Ну, нравится мне анализ, анализ уже существующих алгоритмов больше, наверное, чем порождать самому что-то. Хорошо, значит, мы с вами закончили краткий обзор главы 22 тестирования, выполняемые разработчиками. Мы с вами поняли, что эта глава больше относится к тестировщикам, кто занимается автоматизированными формами тестирования различных, кто пишет юнит-тесты. То есть вот такие рекомендации. Ну и на этом мы заканчиваем обзор 22 главы. Спасибо вам за внимание. С вами был я, Александр Шевчук. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч на ITVDN. Всего вам доброго.